Слава Украине. Привет всем от Полонского. Интересные новости сейчас приходят из Финляндии, куда неожиданно приехал президент Зеленский. Вчера он еще был в Киеве, а сегодня он уже в Финляндии. Надо сказать, что Зеленский практически не выезжает с Украины за последний год, с начала российско-фашистского вторжения. Ну, буквально пару раз выезжал. Третий или четвертый раз всего-то. И буквально день-два, и все, возвращается назад. Был в Великобритании, в Штатах, еще где-то, по-моему, и в Польше был. Все, вот это вот в Финляндию выехал. То есть, нельзя недооценивать такой визит, просто ввиду того, что обычно все приезжают к нам. Но вот тут Зеленский счел, что нужно съездить в Финляндию. Надо сказать, что встречается он там не только с президентом и председателем парламента Финляндии, а также с лидерами Исландии, Дании и, если я не ошибаюсь, Норвегии, которые нам активно, кстати, очень помогают. Ну, это будет... Норвегия и Швеция, да. Это будет саммит стран Северной Европы с участием Украины. Чем это важно? Ну, вот, например, смотрите. От Финляндии мы получаем массу помощи. Просто массу. Это речь идет, начиная от снарядов, патронов, медицины до бронетехники. Финские бронетранспортеры уже давно у нас в строю и постоянно поступают новые. Пушки опять-таки из Финляндии поступали. Вот сейчас Дания, что касается Дании, передали нам 19 цезарей французских, да. Только если французские цезари, которые были у нас до этого, они были трехосные, на трехосной основе, то датчане передали на четырехосной основе. И к чему это ведет? Это ведет к более повышенной проходимости у этой пушки. Это первый момент. Второй момент. Боезапас увеличивается с 18 до 30 снарядов. Это отлично. А так это тот же самый цезарь, только сделанный французами для Дании. А Дания уже уступила его нам. Кроме того, та же самая Дания огласила сейчас о 250 миллионов долларов поддержки для Украины. Военной поддержки. Та же самая Дания заявила, что будут восстанавливать Николаев и вкладывают в это миллиард евро. Ну, вот на секундочку. Да, это все из Швеции, и Норвегии, и Дания, и Исландии. Это все страны, у которых деньги есть. И бизнес работает как часики. И они готовы вкладывать, и Финляндия, естественно, да, само собой разумеется. Они готовы вкладывать деньги также в послевоенное восстановление Украины, которое потребует годы усилий, миллиарды долларов для восстановления этого всего дела. Так что визит, судя по всему, нерядовой. Также я не исключаю того, что будут какие-то подвижки по поводу, не только по поводу вооружения, которое мы обычно получаем, снаряду и так далее. Но, возможно, будут подвижки по самолетам. Не знаю, посмотрим. В любом случае, еще раз говорю, если Зеленский выезжает за пределы страны, это что-то, ну, нерядовое. Потому что до этого он выезжал буквально три раза. И каждый такой вот выезд был связан с крайне важными событиями. С крайне важными договорами. И с крайне важными выступлениями его где-либо. Соответственно, вот то, что вот сейчас он поехал и избрал именно Финляндию, говорит о том, что это дело совсем не рядовое, встреча не протокольная. А за этим последуют очень-очень серьезные военные и финансовые последствия. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!